Девчонки и мальчики Дедушка, какие же? Я же знаю, что здесь собрались замечательные педагоги, талантливые ребята и даже самые главные начальники города. А под Новый год все становятся детьми и начинают верить в чудеса. Тогда пусть новогодние чудеса обязательно сбудутся в этом прекрасном зале Центра Творчества, который сам, как драгоценный подарок всему городу. Пусть так и будет. А теперь встречайте моих подружек-балеринок. Городской округ Ухта, руководитель администрации Османов Магомед Нурмагомедович. Заместитель руководителя администрации городской округ Ухта Митилева Марина Николаевна. Начальник управления образования города Ухты Короткова Наталья Юрьевна. Приближается волшебная... Добрый вечер, уважаемые коллеги и друзья. Правильно здесь было сказано, когда мы вместе, нам все по плечу. Несмотря на то, что прошлый год и этот год было связано и с пандемией, и со всеми этими, но мы все равно смогли объединиться. Мы смогли за эти два года сделать столько, сколько делалось их даже в предыдущие годы. Поэтому огромное спасибо всем тем, кто каким-то образом участвовал в этом правительстве, что своим трудом мы делаем наш город красивее, наш город привлекательнее. Даже если дворник добросовестно выполняет свою работу, пометитному человеку, выходя в одном виде, что у него чисто, человек появляется настроение и будет работать. Поэтому вам огромное спасибо, что вы вместе все мы смогли что-то в этом году сделать. Ну и это как бы уходящий год. Но я хочу, чтобы в следующем году, очень хочу, такое пожелание, чтобы эта вот зараза ушла от нас, потому что из-за этой пандемии моя вот власть отделилась от людей. Они вот думают, что это мы тут придумали, эти маски, социальная дистанция, все остальное, но это не так. Это для своего же блага мы это делаем, но поэтому и город разделился на какие-то две части людей непонятные. Кто-то говорит, что не надо вакцинироваться, другие говорят, что надо вакцинироваться. Надо понимать одно, что единственное наше спросение, что это уйдет, это действительно вакцинация, конечно. Но это дело добровольное, просто это мое свое личное мнение. Хочу пожелать, что в следующем году оно ушло, и мы вернулись к старой, прежней жизни, когда можно было встречаться и с друзьями, пообщаться. Где-то и в ресторане мы сидим, сейчас сидим, что ты будешь в Куан-Кот, чтобы пойти. Поэтому огромное всем спасибо. 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 Заключительного этапа всероссийского конкурса «Большая перемена». Среди финалистов конкурса и наша ухтинка Поздеева София, ученица школы номер 20. АПЛОДИСМЕНТЫ Дети 2021 в отраслой группе 3-4 классы награждаются Устеменко Анжелика, 3-й класс, Бабочкина Анна, 4-й класс, СОЖ номер 10. Демидова Ксения, школа номер 10. СИНКОВА АЛИНА, 3-й класс, Школа номер 10. РАЙФУРАК ВЕРОНИКА, 4-й класс, Школа номер 10. ДМУГУ АДРИАНА, 2-й класс, ГИМНАЗИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ КАЗУЛИНА АРИНА, 4-й класс, Начальная школа номер 23. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А теперь фото на память. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добрый день, дорогие гости. Добрый день, уважаемые руководители, ребята, родители. Сегодня действительно в преддверии Нового года нам хочется сказать всем огромные слова благодарности. И пожелать прежде всего уверенного взгляда в будущее. Магомед Лукович в своем приветственном слове действительно правильно отметил, что мы все устали от ситуации, когда мы не можем открыто смотреть друг другу в глаза, находясь на определенном расстоянии. Сегодня среда, которая нас окружает очень агрессивно. И единственным правильным способом противодействия этой среде являются наши с вами добрые сердца. Поскольку мы с вами работаем с детьми, это очень важно. Не растерять то, что когда-то в нас с вами вложили наши родители образования в Республике Коми. Нас с вами... Вернитесь, пожалуйста, на предыдущий слайд. У нас 75 образовательных учреждений, 12 900 дошкольников, 5000 школьников. На память помню. Нас с вами 3000 работников отрасли образования. Из них 1600 педагогов. Мы с вами одна большая дружная семья. Давайте поаплодируем друг другу. Я хочу сказать, что весь этот год мы с вами работали под... Следующий слайд говорит о том, что сегодня в рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» мы открыли IT-класс на базе 10-й школы. Это класс Ухтинского государственного технического университета. Уже третий год Ухтинский технический лицей является опорной республиканской школой в вопросах цифровизации. Внимание! На то количество детей, которые у нас награждены золотыми, серебряными медалями, выпускников школы, мы с вами чествуем ежегодно. И это наш с вами общий результат. Впервые за пять лет в этом году у нас единственных республики объективность результатов по результатам ВПР. А вы знаете, что это очень серьезная задача сегодня объективно подойти к оценке деятельности наших детей. Если говорить о проекте, три проекта республиканского бюджета будут реализованы в отрасли образования. И сегодня Анна Станиславовна выходила за получением достойной награды. Мы впервые приняли участие в проекте «Народный бюджет» в школе и победили. Это тоже наша с вами заслуга. Двигаемся дальше. Посмотрите, огромное количество детей наших, ухтинских детей, побеждают в конкурсах различного уровня. Мы на слайд вывели только значимые, суперзначимые конкурсы. Потому что если бы мы сегодня перечисляли все конкурсы и участие, и победы, и результаты наших детей, я думаю, что часа точно не хватит. Кроме этого, в рамках участия в проекте компании «Лукойл» нам удалось выиграть этот грант и приобрести современное оборудование, интерактивное оборудование для музея отрасли образования. Двигаемся дальше. Центр творчества имени Корчевского. Это особая страница в истории развития образования города в этом году. Посмотрите, следующий слайд демонстрирует, какое количество сегодня новых программ реализуется, какое финансирование было в данном случае затрачено для того, чтобы Центр заработал. И сегодня мы хотим сказать с уверенностью, что те программы, которые реализуются на базе Центра Корчевского, они востребованы. Республиканское учреждение, оно очень хорошо встроилось в систему образования нашего города, и по направлению именно технической направленности мы сегодня реализуем множество программ. Еще хорошей новостью этого года является то, что Центр Корчевского выиграл конкурс на увеличение охвата детей в Центре, и дополнительно 100 новых мест будет профинансировано за счет средств республиканского бюджета. Центр Корчевского ежегодно выделяется средство для того, чтобы мы с вами проходили курсы повышения квалификации, и суммы эти достаточно бессомые. Как раз мне квалификация сегодня способствует повышению уровня профессионального мастерства, и вы знаете, что вот то, что наработает учитель, он может предъявить результаты на различном уровне. Вот они, победы наших учителей, финалистов, победителей. Это особая гордость, наша с вами гордость, потому что нигде такой системы в республике нет. Сегодня создан молодежный совет при главе руководителя администрации города Ухта, сегодня действует множество молодежных общественных организаций, и сегодня наши дети с вами, самое главное, не предоставлены самим себе. А это очень важно. Посмотрите, юнармия, 306 школьников включены, и в этом году уже, в преддверии Нового года, подключилась к этому проекту очень активно и школа номер 7, поселка Шудаяк. Буквально недясников из 10 муниципальных образований ежегодно приезжают на наше брендовое мероприятие, фестиваль, республиканский фестиваль «Кадетская честь». И для нас сегодня это очень важно, сохранить все традиции, которые мы с вами ежегодно нарабатываем. Так, республиканский военно-патриотический слет героя России Александра Алексеева. В этом году мы впервые стали, за 15 лет 22-я школа достигла результата, первое место в республиканской спортивно-патриотической игре «Орленок». Спасибо правительству республики Коми, была присвоена Хлопастову Максиму Анатольевичу, начальнику местного отделения юно-армии. Конечно же, есть традиционные мероприятия, от которых мы с вами не отказываемся. И спасибо, что это было в республике, и база образовательных учреждений. Посмотрите, какие суммы были в этом году выделены нам для того, чтобы нашим ребятам было уютно в школах, чтобы сегодня мы понимали, что те условия, которые в рамках проекта «Современная школа» должны быть созданы, они создаются, да, они создаются по крупицам. И сегодня, пользуясь возможностью, я хочу еще раз назвать, что было сделано за этот год. Замена оконных блоков в трех образовательных учреждениях, ремонт крови в четырех образовательных учреждениях, установка и ремонт ограждения в двух образовательных учреждениях. За многие годы у нас с вами прорыв, потому что очень долго не ремонтировались инженерные сети. Ремонт оборудования, тепловых узлов, технологическое оборудование мы тоже с вами в учреждениях давно не закупали. Пищеблок, спортзал, актовый зал, помещение туалетных комнат, входные группы, укрепление оконных проемов. Огромное спасибо. Кажется непросто. За то, что вы поверили нам, доверили. Я надеюсь, что мы не подвели. Наша команда, отрасль управления образованием, вас не подвела. Все деньги законтрактированы, все деньги сегодня освоены и ремонтные работы выполнены. Спасибо вам большое. И спасибо большое, уважаемые руководители вам. Потому что мы понимаем, что да, одно дело мы говорим, есть деньги. Другое дело мы говорим, деньги есть, нужно качественно эту услугу выполнить. Найти людей, которые это сделают хорошо, очень сложно. Поэтому, пользуясь сегодняшней возможностью, я сейчас поднимусь на сцену, для того, чтобы сказать спасибо людям, которые пришли сегодня на нашу встречу. Ну, конечно же, это наши надежные подрядчики. Они не все пришли, мы приглашали больше, пришли только двое. Это говорит о скромности наших подрядных организаций, руководителей. Но мне хотелось бы, чтобы под ваши бурные аплодисменты сегодня на сцену... Будьте добры, помогите мне, пожалуйста. Поднялся Михаил Николаевич Коровин. Михаил Николаевич, вы знаете, мы с вами познакомились впервые в этом году. Но то, что вы сделали для образовательных учреждений по первому зону, по аукционам, по прямым договорам. И вся ваша команда, вы команда профессионалов. Спасибо вам большое за то, что откликаете, за то, что неравнодушны. Искренне надеемся на взаимодействие через аукционы. Спасибо. Не выходите, пожалуйста. На сцену Дениса Юрьевича Штина. Я знаю, он есть, он пришел, но в зале я его пока не вижу. Есть. Ура. Денис Юрьевич, у вас была непростая задача. У вас было очень много образовательных учреждений. И по первости мы сомневались вообще, справитесь с поставленной задачей или нет. Все получилось. Огромное спасибо. Молодцы. И искренне надеемся на взаимодействие через аукционы. Мы с вами заложим, несмотря ни на что. С праздником, с наступающим новым годом. Спасибо большое, Наталья Юрьевна. Ну а к нам, дорогие друзья, снова спешат Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой. Пусть судьба улыбается вам на каждом шагу. Мы желаем вам в новом году побить новых побед. Пусть удача и везение всегда будут с вами. С Новым Годом! А подарок от нас выступление наших любимцев из образцового ансамбля бального танца «Мечта». Их руководителей, делары Логвиновой и Нины Андреевны Шелкоплясовой. Встречайте! Олет, а зовет туда, где родные поля, где родные края и земля моя. Снег и елки, ледяные ромки, лыжи и санки, шапки-ушанки. Снежные бамы, яблоды, лукавы, трусские зимы. Дальше вы красивые зимы, 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 зимы. У елки все вместе. Пойдемте? Ну что вы здесь собрались-то? С какой целью?